Вот молодец, молодец. Все хорошие дети. Всё, малыш, всё. Прививка много времени не занимает. Куда более важен настрой на поход в поликлинику, признаётся мать троих детей Марина Карданова. Она не пропускает ни одну прививочную кампанию от гриппа. И благодаря этому её дети очень редко болеют. А если их даже и настигает вирус, то всё проходит в лёгкой форме. Прививки мы делаем ежегодно. Это для безопасности детей, чтобы меньше болели. В любом случае даже вирус переносится легче, даже если болеешь. Поэтому стараемся не пропускать. Реагируют нормально, не боятся, уже привыкли. Нам не страшно, не больно было совсем. Поэтому мы делаем всегда. И деткам легче переносится. В период холодов, крип – распространённая болезнь, которая поражает верхние дыхательные пути. А сам вирус обладает способностью мутировать. Прививки от него начинают ставить приблизительно в начале октября, то есть до эпидемического подъёма. Вакцинация проходит во всех детских, общеобразовательных учреждениях детской сады, школы, училища, силами медработников, которые работают в этих учреждениях. Обязательно перед прививкой ребёнок осматривается врачом. И измеряется температура, оцениваются все возможности, есть ли аллергия. И обязательно берётся информированное согласие от родителей. К группам риска по гриппу относятся люди старшего возраста, лица с хроническими заболеваниями сердца и лёгких. И особая группа риска – дети. По рекомендациям ВОЗ следует вакцинировать детей от 6-месячного возраста и старше. Вакцина высокоочищенная, создаёт иммунитет через неделю-две. Поэтому сейчас оптимальный срок для проведения прививок. И я хочу обратиться к родителям, чтобы они воспользовались этим моментом, когда можно оптимально привить ребёнка, и у него разовьётся иммунитет к тому времени, когда начнётся эпидемия гриппа. Медики напоминают, что взрослым и детям крайне важно соблюдать меры профилактики – носить защитные маски в местах массового скопления людей, соблюдать респираторный этикет, часто и тщательно мыть руки.